Жилье в ипотеку стали приобретать меньше в связи с сокращением льготных программ. При этом долевки на первичном рынке по-прежнему пользуются спросом. Что происходит, с чем связана такая тенденция? Об этом и не только мы поговорим с Татьяной Афанасьевой, начальником отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Алтайскому краю. У нас сегодня она в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Действительно ли ипотека стала меньше пользоваться спросом у жителей Алтайского края и Барнаула в том числе? С чем это связано? Ведь, казалось, еще недавно были такие привлекательные проценты. В связи с тем, что банки в настоящий момент завершили программу льготного кредитования, конечно же, у нас ипотек стала меньше, начиная с июля 2021 года. Вместе с тем, при заключении договора долевого участия банки предлагают по-прежнему хорошие льготные проценты. И потому мы говорим о том, что ипотеки как таковой стало меньше, а количество договоров долевого участия, в принципе, на том же уровне. На том же уровне по сравнению с каким-то периодом до ажиотажа. До ажиотажа мы называем тот самый момент, когда проценты были 6 и даже меньше. Да. Ближе к окончанию льготной программы мы наблюдали ажиотажный спрос. У нас был скачок в пределах 40%. После окончания этой льготной программы мы наблюдаем некоторое снижение. В этом году появилась такая новая, скажем, возможность регистрации договоров долевого участия застройщикам от моего имени. Активно ли вот это пользуются жители края? В настоящий момент обращаются застройщики. Мы наблюдаем также рост таких заявлений. Это, в принципе, удобная процедура для дольщика. Не надо никуда ходить, после завершения строительства застройщик самостоятельно обращается в орган регистрации, предоставляет акт прямой передачи, который он выдал дольщику, пишет заявление без его участия. Ну, там оплачивает госпошлину либо за счет дольщика, либо самостоятельно. И после окончания процедуры передает дольщику уже готовую выписку. Вот вы знаете, я совсем недавно подобную процедуру, как покупатель новой квартиры прошла, и мне кажется, это, в принципе, довольно длительно. И зачем это застройщику? Ну, застройщик может предложить, во-первых, более комфортные условия для своего клиента, что без участия дольщика все это происходит. Ну и в некоторых случаях, сейчас мы имеем дело с скроу-счетами. В некоторых случаях банки требуют для того, чтобы понизить ставку, чтобы было определенное количество, допустим, квартир, чтобы было зарегистрировано. Также оплата коммунальных платежей. Ну, то есть масса причин, когда это выгодно, в том числе и застройщику. То есть доверять вот этой системе можно? Конечно. Да, это процедура, которая предусмотрена законом. Давайте вот еще о чем поговорим. На что стоит обращать внимание покупателю при заключении договора уступки? Ну, прежде еще раз напомним, что такое договор уступки. Когда заключает дольщик договор долевого участия, после полной оплаты своего взноса он имеет право до, потом, впоследствии, до подписания акта первой передачи, передать свои права любому другому лицу, физическому, юридическому, без согласия даже застройщика. В принципе, эта процедура достаточно распространенная. Очень часто дольщики покупают, потом меняются обстоятельства, и они уступают свои права. Опасаться тут, в принципе, особо нечего. Но я бы рекомендовала тем людям, которые покупают по такой процедуре права, требования по договору долевого участия, не рассчитываться сразу. То есть заключили договор долевого участия и предусмотрели, что расчет происходит после государственной регистрации вот этого договора уступки. И в таком случае новый дольщик, он защищен тем, что он не передает деньги до того, как зарегистрирована его уступка. И если будут какие-то проблемы, договор просто не будет зарегистрирован. Ну, там разные бывают аресты или еще что-то такое. И он финансово не пострадает. Ну, сейчас такое время, когда все сервисы, учеба и в том числе вот та тема, о которой мы с вами говорим, она может осуществляться удаленно. Вот насколько быстро, качественно проходит процедура регистрации квартир удаленно? В электронном виде. Ну, здесь мы говорим о том, что можно подать документы в электронном виде. Любые виды сделки могут быть зарегистрированы в электронном виде. Для этого необходима электронная подпись. Можно зайти на портал госуслуг Росреестра. Можно воспользоваться какими-то другими кабинетами электронного взаимодействия. И в этом случае, опять же, без посещения офисов приема, можно заключить договор, подписать его электронной подписью и представить документы. Также она удобна тем, что можно документы подавать в отношении объектов недвижимости на территории любого региона Российской Федерации. То есть можно, допустим, в Барнауле подать документы и заявление о регистрации права на квартиру, которая находится в Москве. В принципе, эта процедура удобна. Если мы говорим про договор купли-продажи, когда необходимы подписи, также можно, здесь нет территориальной привязки, можно подписать в Барнауле электронной подписью, в Москве электронной подписью и эти документы с разных точек подать. Вот уже второй год в стране у нас действуют экскроу-счета. Насколько для потребителя действительно гарантия того, что все будет четко и, если случись чего, деньги он не потеряет? Нет. Система искроу-счетов предполагает, что деньги находятся на этих счетах до определенного периода. В данном случае у нас должно наступить событие ввода объекта в эксплуатацию. Ну, там иногда банки предлагают другие варианты. Там, например, чтобы был какой-то процент готовности вот этого дома, и после этого они передают деньги застройщику. И вот когда дом вводится в эксплуатацию, только тогда банк перечисляет деньги на счет застройщика. Ну, то есть я правильно понимаю, потребителю лучше выбирать ту компанию, которая уже работает с экскроу-счетами? Ну, есть и другая система, когда экскроу-счета, конечно, эта система наиболее в настоящий момент надежная. Она у нас через некоторое время будет единственная система по договорам долевого участия. Потому что здесь дольщик в любое время может отказаться. Там, если нарушил срок застройщик, срок передачи, он может отказаться от договора вернуть эти деньги. В принципе, она достаточно надежная. Но также существует еще и система взноса денежных средств на счет фонда защиты прав дольщиков. То есть при заключении договора участия застройщик вносит определенную сумму в размере 1,2 от суммы договора. И когда наступают какие-то неблагоприятные последствия в виде нарушения срока передачи, какие-то проблемы, банкротства, то в данном случае к завершению строительства подключается вот эта публично-правовая компания фонда защиты прав дольщиков. В принципе, здесь тоже гарантировано в дальнейшем получение этого объекта. Но по экскроу-счетам она более понятна, более быстрая. Можно просто взять и вернуть деньги со счета. А когда мы говорим о той системе, когда взносы вносит застройщик, она, ну, несколько более длительная будет для дольщика. Ну, когда случится такое, что все компании будут работать по экскроу-счетам? В настоящий момент у нас достраивается несколько домов, вот, ну, процентов, возможно, ну, где-то 30%, которые достраиваются вот по этой старой схеме путем внесения средств. Ну, и там, в следующем году, я думаю, что к концу следующего года... То есть уже новый объект у компании, который будет появляться и строиться, то уже по... Уже с 1 июля 2019 года исключительно все объекты только насчет внесения денежных средств на счета из КРОУ. Каков на сегодняшний день срок регистрации документов? Не придется ли там ждать неделями и так далее, чтобы получить заветные бумаги на руки? В настоящий момент, в том случае, когда заявители подают документы в электронном виде, на территории Алтайского края действует общий срок 1 день, 1 рабочий день. То есть это любые пакеты, любой категории сложности, любых видов сделок. Если в электронном виде подают заявители, то они получают документы на следующий день. При условии, что там госпошлина оплачена, никаких замечаний нет. Ну, а остальные сроки, если через МФЦ, через кадастровую палату, то это 7-9 рабочих дней. В электронном виде мы часто говорим о том, что взламывают всевозможные мошенники, и наши карточки, и так далее. Вот в данном случае чего стоит бояться, чтобы не попасться на удочку мошенников? Вообще реально ли это? В настоящий момент можно собственникам обезопасить себя от мошенников, подав заявление либо о невозможности регистрации без личного участия правообладателя. Это первое заявление. И второе заявление. Когда заявитель подает в электронном виде какие-то документы о переходе права собственности, например, он прежде должен подать заявление о том, что он согласен на регистрацию в электронном виде. То есть если у нас поступает заявление о регистрации, допустим, купля-продажа в электронном виде, и мы видим, что заявитель прежде не дал согласие на то, чтобы мы зарегистрировали в электронном виде, мы такую сделку вернем без рассмотрения. Ну вот где-то можно ознакомиться со всеми пошаговыми инструкциями, как быть потребителю, может быть, на каком-то сайте, может быть, у вас где-то на портале есть видео, какие-то уроки, курсы? Есть всего две статьи в законе о государственной регистрации. Закон 218, федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. И там указано, какие заявления заявители подают. В принципе, вся информация также размещена на портале услуг, официальном портале Росреестра. Ну, спасибо. Я думаю, что за эту полезную беседу я все эти процедуры уже прошла. Для кого-то, наверняка, это очень важно. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Афанасьева, начальник отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Алтайскому краю.